добрый день дорогие друзья гости на моем канале я как всегда рада вас приветствовать совсем недавно под одним из моих видео был оставлен комментарий звучит он приблизительно так у меня 12 фиалок и ни одна из них не цветет почему что я делаю не так значит если у вас много фиалок и ни одна фиалка не цветет значит есть проблема какая-то общая в уходе самые основные причины почему фиалки не цветут это объем горшочка фиалки лучше всего выращивать восьмерка максимум девятка если это фитильный полив девятка максимум десятка если это верхний полив вторая причина почему не цветут ваши фиалки это освещение фиалки для того чтобы она росла и цвела нужно где-то 12 часов освещения в зимний период если вы хотите чтобы ваши фиалки цвели значит поставьте их под лампу чтобы вы могли их досвечивать если же это весна вот как сейчас да и световой день вполне подходящий для того чтобы фиалка росла и цвела но она не цветет обратите внимание на каком подоконнике стоит у вас фиалка потому что часто бывает так что мы выбираем такой подоконник где нет прямых солнечных лучей но не учитываем что рядом растет дерево допустим я не знаю там виноград вьющаяся роза у меня даже такие случаи были ну то есть тут что-то такое да и фиалка по все время в тени находится просто переставьте ее на другой подоконник выберите для нее место без прямых солнечных лучей чтобы это но чтобы ну не притеняла окошко никакое дерево рядом третья причина почему ваши фиалки не цветут пересадка вспомните когда вы последний раз пересаживали фиалочку или же омолаживаем после пересадки фиалки очень быстро зацветают очень быстро вот я вам сейчас покажу вот допустим вот эта фиалочка это моя рм хрустальный перезвон она у меня цвела я ее показывала вам не в одном обзоре отцвела я сделала этой фиалочке частичную пересадку как делать частичную пересадку я снимала видео на моем канале есть по-моему она так и называется как быстро пересадить фиалку вот и все вот с момента этой частичной пересадки прошло так здесь у меня дата не подписана подписана вернее дата но это первая еще посадка этой фиалки вот 30 октября прошлого года я детку подросшую пересадила в девятку она у меня всю зиму цвела где-то феврале наверное я сделала частичную пересадку и вот фиалка снова цветет то есть за полтора месяца после частичной пересадки она снова готова цвести также есть еще одна это моя ли алиса она у меня тоже процвела всю зиму потом вот тут у меня даже да то есть 19 02 2022 года я сделала частичную пересадку срезала часть грунта вот и добавила нового свежего грунта оборвала листочки нижние немножечко и спустя сколько тут 19 02 март апреля спустя два месяца фиалка снова готова цвести вот это тоже может быть причина вот тоже после пересадки фиалка здесь была перевалка бы росла детка в 100 граммовом стаканчике когда столько 100 граммовом стаканчике грунт корни оплели весь грунт я эту детку перевела перевалка детки вот даже у меня подписано перевалка детки 17 03 вот прошел месяц посмотрите сколько у нас бутончиков у детки при перевалке я удаляла бутоны это вот уже сейчас я разрешу этой фиалочки цвести эта фиалка растет у меня на капиллярных матах на подоконнике то есть не на стеллаже и за месяц она заложила вот такие вот бутоны так что просто вспомните не обязательно подписывать дату когда вы перед пересаживаете омолаживаете фиалки я допустим не всегда это делаю но приблизительно я все равно помню какую когда фиалочку я пересаживала вот так еще я вам хочу в этом видео показать фиалочки вот которые у меня изначально стояли которые я тоже снимала видео я забирала эти фиалочки у своей сестры мы вместе с вами их омолаживали она их пересушивала она очень плохо за ними ухаживала тоже на моем канале есть видео ошибки в уходе за фиалками вот было три фиалочки так вот они две перед вами и вот еще одна эти фиалки я полностью переукореняла они были в ужасном состоянии было это четыре месяца назад за четыре месяца фиалочки адаптировались после омоложения и вот они цветут так что это тоже причина почему ваши фиалки не цветут возможно они просто уже старенькие до розеточки или же вы за ними плохо ухаживали заливали их засушивали они у вас стояли где-то где солнышко сильно пригревала в окошко да или же холодно было ну то есть причин много вот такие фиалки только переукоренять то есть полностью на наращивать корневую систему в новом грунте вот и на моей на опыте такие фиалки они дольше адаптируются то есть если мы пересаживаем детку она у нас хорошо росла до в хороших условиях мы просто пересадили детку она детка это очень быстро начинает расти и очень быстро зацветает если же фиалка за фиалкой плохо ухаживали она болела бывает вредители появляются там тот же клещ трипсы фиалки тоже начинают болеть понятное дело что такие фиалки они дольше адаптируются но после омоложения они все равно будут цвести спустя три-четыре месяца но цвести они будут вот вам пожалуйста пример да было три фиалки абсолютно все три фиалки цветут это вот спортик от оптимара смоки монтейн этот спортик можно условно называть как зимняя роза но об этом я сниму другое видео или же напишу статью это спорт от элэф мармелад вот такая вот красотка камера не передает здесь цветочки розового цвета и по ним фэнтези такое сиреневая фиолетовая мелкими штришками и цветочки похоже на шиповник мне как-то написали комментарий по моему вконтакте я скидывала фотографию что цветы похоже на шиповник действительно очень красивый спортик и пт елизавета тоже вот такая розеточка была вообще вот это пт елизавета можно сказать в ужасном состоянии там маленькая розеточка оставалась но ничего за четыре месяца она вычухалась вот в принципе в принципе вот и все основные причины почему ваши фиалки не цветут объем горшочка освещение как вы ухаживаете за фиалочками как давно вы их пересаживали омолаживать у меня очень часто зацветают даже детки вот смотрите деточка это тоже кстати пт елизавета вот с этой вот розеточки и это детка уже вот с бутончиками она растет на стеллаже на полочке где хорошее освещение и такая детка у меня не одна вот еще вам покажу это а вы речная фея детка вот она тоже будет цвести уже р.м. фриволита посмотрите какая шикарная детка вот они уже все будут цвести другое дело разрешите вы им цвести в таком вот небольшом возрасте или нет в принципе вот вот эту детку ее уже можно пересаживать где-то если на фитильном поливе как я уже сказала восьмерочку можно уже пересадить и можно не снимать бутончики свежем грунте будет вполне достаточно питание и фиалочка вполне неплохо процветет вот можно удалить первые цветоносы фиалка опять же после удаления первых цветочков в новом свежем грунте она очень быстро нарастить новые цветочки и тоже очень быстро зацветет даже на подоконнике в общем то вот так вот надеюсь я вам понятно все объяснила анализируйте уход за вашими фиалками и я уверена что вы найдете причину почему ваши фиалки не цветут на этом всем всего доброго до свидания